Свою судьбу со школой Марина Одинцова связала 26 лет назад, но стала учителем гораздо раньше, еще в детстве. Наверное, я была рождена стать учителем, потому что у меня с детства была мечта стать учителем. И даже вот еще была, когда маленькой, я пыталась обучать детей в детстве еще. Призвание и любовь к детям толкают Марину Анатольевну на поиск новых форм работы на уроке. Работа в паре, группами, дискуссии и возможность свободно отстаивать свою точку зрения. Это она приветствует у своих воспитанников. Вместо выкриков с места – таблички, прошу тишины, срочно нужна помощь и так далее. Поэтому и дисциплина на ее уроках образцовая. Для меня детские глаза и я. Вот это для меня самое главное на уроке. Все видно по глазам у детей. То есть вот сразу видишь, что глаза не рабочие, ребенок тебя не слышит, не слушает. Сразу на это обращаешь внимание. Сразу делаешь замечания, ребенок сразу начинает приходить в чувства и включаться в урочную деятельность. Зрительный контакт – лучшее средство работы с ребятишками в начальной школе. Прослушал – будет провал. Ведь именно на этой ступени закладывается фундамент успеха в будущем ребенка. Она искренне любит каждого своего ученика. А их за годы работы немало прошло через ее сердце. Любого ребенка за что-то можно полюбить. И самое главное, чтобы ребенок состоялся как личность. И над этим мы работаем. Не должно быть в классе отличников и двоечников. Этого не должно быть. Но это я считаю. Поэтому когда ребенок знает, что его за что-то все равно найдет учитель, за что похвалить, у него есть стимул, есть мотивация. Поэтому он с удовольствием идет на урок. Вот почему второй Г-класс обожает своего первого учителя. Это взаимное чувство. Она очень хорошая и очень добрая к нам. И она красивая и очень умная. Она хорошая. Она всегда чего-то учит. Впереди у ребят учебный год. Они с нетерпением ждут, какие же еще сюрпризы приготовила им Марина Анатольевна. И одно, зная точно, будет интересно. Продолжение следует...